Добрались до Долгопрудов. Не только Долгопрудницы, но и из Дмитрова, из Яхрова, из Москвы, из Пушкина. Нас мало, но мы в Тельняшках. Нас мало, но нас всех интересует так или иначе история строительства канала Москва-Волга. И я бы вот что хотел сказать. Вам не надо, наверное, представлять эти роды. Многим из вас не надо представлять. Это профессор университета Кентукки, занимается в том числе и русским языком. Профессор кафедры классических языков. Кстати, я узнал интересную вещь. Оказывается, что русский язык относится к классическим языкам. А, это классических и иностранных. И иностранных. Да, вот так. Иностранных языков. Девки языков. Автор двух очень специфических книг. Обе посвящены нашим советским каналам. Первый из них это Беломорг-Балтийский. Второй это Москва-Волга. Да, это Беломорг-Балтийский. Да. А это Москва-Волга. Да. Чем отличаются наши российские исследователи в области изучения истории канала Москва-Волга? Мы слишком глубоко лезем в детали. Мы разыскиваем факты, уточняем цифры. Пытаемся разобраться в каких-то хитросплетениях отношений то ли заключенных, то ли их начальства. Увязывать все это с политикой партии. Но мы слишком глубоко уходим в детали. И практически, наверное, в России нет работ, которые показывают канал, как некое исторически-культурное событие на пространстве того Советского Союза, который был. Оказалось, что со стороны, взглядом со стороны, это более понятно, чем нам, которые живут в стране. И вот как бы постоянно каждый день в этом деле варятся. Взгляд со стороны показывает все-таки, ну как, позволяет шире объять вот эту вот проблему. И вот как раз я так не всю смог прочесть книгу, просто потому что тяжело читать на английском языке, хотя она написана довольно простым языком. Вот. И я понял из нее, что вы взяли такое название интересное. Это я игра слов, я правильно понимаю? Билдинг. Билдинг сталинизм на самом деле имеет двоякий перевод. С одной стороны, это означает по-русски, это называется стройки сталинизма. То есть, что во время сталинизма строилось? Магнитка, каналы, еще много что строилось. Метро строилось. Но второе значение этого перевода, это построение сталинизма, то есть создание сталинизма. Понимаете? Вот. Мы на это не очень обращаем внимания, мы как бы разделяем два понятия, вот стройки и сталинизм. А Синтия как раз, как я понимаю, в своей книге попыталась объединить, вот это как некий такой, как она пишет очень много, используя слово, метафизический. Метафизический объединить вот эти вот два понятия и вот разобраться, что же происходило у нас в стране. Вот. Ну я думаю, что Синтия сама немножко о себе расскажет и расскажет о своем взгляде на наши проблемы. Вот так. Ну спасибо огромное, Игорь, и спасибо за то, что вы меня пригласили, и спасибо вам всем, что вы пришли. Это мне очень хорошо, и я надеюсь, что я могу с интересом вам рассказывать о том, чем я занимаюсь, и почему я этим занимаюсь, и почему меня привлекли эти темы на самом деле. Потому что когда в Америке спрашивают, ну, какая у вас научная работа, чем вы занимаетесь, и я говорю каналами, и они говорят каналами, а чему вам интересны каналы, что-то такое. И тогда, конечно, как Игорь объяснил, надо долго объяснить, что это не только стройка и история строительства, но все, что связано с этим, как культурный факт, культурные события. Вот, наверное, моя большая и главная точка зрения, да, вот эти стройки, как культурные факты, как культурные события, потому что мне, так как я, так сказать, читаю сталинизм, это не только идеология и политика, но это целая программа и культурная, и для того, чтобы переделить людей, даже несмотря на то, что это было неудачно и не нужно было на самом деле. Но все-таки вот, что меня очень интересует, и вот, что привело меня к этой первой книге, я просто, вот, если вы хотите посмотреть, я понимаю на английском, но все-таки, я думаю, что, ой, простите, Галина Ивановна, это вам всем известно, я специально, конечно, так сделала, потому что, когда я была и в Советском Союзе, и в России, я видела, конечно, папирос и Беломорканал, я думала, что что-то такое Беломорканал, но сначала, конечно, господи, больше 40 лет назад, когда я первый раз приехала в Советский Союз, я думала, что это такое папиросы, потом поняла, что это такое папиросы, а потом Беломорканал, я думаю, что где я вижу, вот на земле продают киоск, Беломорканал, Беломорканал, и получилось так, что у моего мужа был очень хороший друг в Питере, и его мать пережила блокаду и так далее, и она так сидела за столом и курила папирос и Беломорканал, я думаю, что, ну, ну вот, это мне как раз жизненный такой опыт, чтобы видеть, как она вот так кусала и курила и все прочее. Несколько слов о себе, значит, я думаю, что это, наверное, не особо неинтересная тема, но я первый раз приехала в Советский Союз в 73-м году, когда я еще была в школе, мне было 17 лет. Получается так, что я уже немножко такая древняя, но и с первого момента, когда я первый раз в жизни видела Кремль и центр Москвы, я просто влюбилась. Почему, я не знаю, я учила русский язык еще в школе, и тогда в 73-м году при Советском Союзе это была совсем, ну, другая страна, но было безумно интересно. И чтобы здесь быть, тем более в середине холодной войны, и чтобы посмотреть сама то, что я видела практически каждый вечер по новостям, это было просто, даже нет слов, которые могут описать, какое это было чувство, это просто было фантастика. И после этого я приехала несколько лет назад, то есть подряд в 74-м, 75-м и так далее, а потом, когда я стала заниматься исследованиями, это было в 90-х. И то, что мне было интересно, что люди, которые мне помогали, были не профессиональные историки и не совсем ученые, а люди, которые очень любят свою тему и этим занимаются, потому что они хотят больше об этом знать. Когда я писала первую книгу про Беломорканал, я познакомилась с одним человеком в Петру Заводске, Иван Иванович Чухин, который работал как раз в МВД, у него был доступ к картотеке заключенных там, который был на Беломорье, и он как раз организовал мне экскурсии на первый шлюз в Повенце, мы были еще в Медвежьей горе, были в музее там. И это, конечно, все это производило очень сильное впечатление. Еще хочу добавить то, что Игорь сказал все правильно, и у нас вот такая система в американских университетах. Для того, чтобы получить повышение звания, надо написать книгу. Но эта книга не должна быть просто книга о фактах, то, что я имею в виду. Что можно, конечно, написать книгу про Беломорканал или про канал именно Москвы и просто сказать, был построен в этом году, было столько заключенных, вот столько шлюза, вот столько строения, вот какие архитектуры и так далее. Но ожидается там, что вам надо найти какой-то новый подход к этой теме, что практически, тем более теперь с интернетом, можно найти эти факты практически везде. Правда, некоторые факты не на самом деле факты, но все-таки можно узнать, когда построили, сколько построили, сколько стоило и так далее. А надо у нас найти особый подход. У меня специальность по литературе, и я всегда интересовалась культурой, но помимо этого я всегда интересовалась географией. И когда я стала работать над этой книгой, я вдруг вспомнила, что когда я была в пятом классе, каждую неделю мы ходили в школьную библиотеку. И надо было взять книжку, чтобы читать в течение этой недели, а потом вернуть и сказать, о чем мы читали. И вдруг я вспомнила, что в пятом классе я взяла такую книгу, по-русски, наверное, «Волга. Дорога жизни». Я думала, господи, боже мой, уже столько лет назад это меня почему-то поинтересовало. Я опять взяла эту книгу, и точно там была глава про канал имени Москвы. Я думала, что вот, значит, это моя судьба, значит, я буду заниматься этой темой, потому что уже столько лет назад был какой-то интерес. И я всегда интересовалась еще географией, хорошо разбираюсь в географии. Когда я писала книгу про Беломор, откуда у меня появилась эта идея? Дело в том, что я написала свою диссертацию про малоизвестном советском писателе Борис Матвеевич Лайпин. Лайпин как раз был муж Ирины Эренбург, дочь Эренбурга. Я думаю, что, ну, вот это интересная связь, он сам по себе интересный человек. Он родился в пятом году прошлого века и умер под Киевом в соревновательном году. Он работал военним корреспондентом. Он написал книги про разных регионах тогдашнего, как бы, нового Советского Союза. Он про Чукчей писал, он о Таджикистане писал, он о Кавказе писал. Мне просто было интересно, но я заметила еще, что он написал, то есть участвовал в написании книги «История строительства Беломорско-Балтийского канала имени Сталина». Я думала, что это такое за книга. Никогда не слышал об этой книге, но практически никто у нас не слышал об этой книге. Стал этим заниматься, и мне показалось, что это безумно интересная тема, именно потому что у нас никто об этом не знает. Знают, что существует Беломорско-Балтийский канал, но дальше практически ничего не было известно. Когда я стала этим заниматься, мне показалось, что это была безумно интересная тема, потому что там соединилась и география, и история, и литература, и культура в одной книге, и, конечно, идеология, это безусловно, и политика, это, конечно, безусловно. И я стала рассмотреть, как они писали эту книгу, потому что, конечно, некоторые люди сказали, что это было, я даже не знаю, как это сказать по-русски, но они это по заказу, по приказу, да, что заставили написать и сказали им, что писать. И до какой-то степени, конечно, это правда, но я нашла в Госархиве Российской Федерации как раз папки, где было написано, как они делали монтаж в буквальном смысле этого слова, когда они взяли то, что написал кто-то, и соединил с тем, что написал Шкловский, а потом то, что написал Лапин и так далее. И в конечном итоге появилась эта книга. Я не могу сказать, что это классика советской литературы, конечно, но как пример, как соединяется или соединилась в Советском Союзе при Сталине культура, идеология писателей и стройки, мне это было безумно интересно, потому что все там написано. Помимо этого, конечно, это про ГУЛАГ. И у меня давно, опять-таки, я не знаю почему, но у меня был и всегда был такой интерес в ГУЛАГе. Что там произошло, кто там был, почему был ГУЛАГ. И вы, наверное, знаете, что у нас в Америке, конечно, очень много знают о Холокосте. Это всем известно и подробности, и то, что случилось, и где это было. Но если говоришь о сталинском терроре, большинство людей ничего об этом не знают. Даже, я говорю, об образовательных людях. Спрашиваешь, они вообще ничего об этом не знают. Правда, они слышали слово ГУЛАГ, и, конечно, они знают, кто Солженицын. Но, кроме этого, фактически им ничего не знакомо. Они очень мало знают. И я всегда думала, что нам стоит об этом знать. Просто так, без любых других причин. Просто надо об этом знать, потому что это такой важнейший период, я считаю, в истории Советского Союза и России. И до сих пор, по-моему, чувствуется эффектой этого периода. И так, как люди жили и так далее. Так что книга про Беломор, вот соединилось все это. И это было очень интересно, и все прошло нормально. А после этого я думала, что, ну, о чем еще надо писать? Потому что я получила, так называемое, в университете постоянное место. Значит, первый шаг сделала. Но для того, чтобы пойти до следующего ранга, надо написать еще одну книгу. И пока я исследовала тему Беломор-канала, я обнаружила, что, конечно, есть канал имени Москвы. И вспомнила, что каждый раз из Шереметьево, когда едешь по Ленинградскому шоссе, ну, сейчас я не заметила, но всегда был такой плакат. Канал имени Москвы. Я думаю, что что-то здесь есть. Потому что столько, миллионы народу проходит мимо каждый день. И, наверное, большинство из них ничего про историю этого канала не знают. Так что я стала этим заниматься. И мне очень повезло, что я попала в музей ГУЛАГа, который, когда находился на Петровке, по-моему. И там, господи, как это, Овсеенко, простите, Антон Овсеенко, он тогда был жив и был директором этого музея. Я ходила и сказала, что, вы знаете, может быть, я могу вам подарить мою книгу про Белмарканал. Я это написала, мне очень нравится музей. И этот человек там сказал, ну, давайте вы будете говорить с директором. Он мне подсказал, что был макет в госархиве книги про канал имени Москвы. Я связалась с Александром Ивановичем Кокориным, покойным. И он мне сделал копию этой книги, и я стала этим заниматься. И каждым шагом мне стало еще интереснее, еще яснее, что там была очень интересная тема. Опять-таки я не могла просто писать о том, что вот построили канал эти годы, и кто построил, и так далее. Надо было найти вот этот ключ, так сказать, если можно так сказать, или кру-кру-кру-кру-кру-круч-круч. Изуминку. Изуминку, вот, точно, да, спасибо. Изуминку, откуда можно смотреть на эту тему. И когда я стала читать об этом, и обнаружила, что все эти архитекторы, все эти газеты, писатели, художники, это действительно было большое культурное событие. И это меня так, эта тема меня так поинтересовала, что я стала над этим работать. Еще мне показалось, что когда они строили канал имени Москвы, я надеюсь, что я могу вам хорошо объяснить, вот этот вопрос пространства очень большой и очень важный. Потому что когда роешь, когда делаешь котлованы, на самом деле вписываешь свою идеологию прямо в землю. То есть строишь вверх, строишь вниз, строишь широко, строишь узко, но все это дело в этом, что ты делаешь новый ландшафт. И этот ландшафт показывает ценности этой культуры, этой идеологии этого народа. Как это показывается? Ну, если смотришь на все эти шлюзы, эти колумбийские каравели, все эти башни, плотины, это производит такое впечатление, что здесь что-то мощное, что-то важное, что эта идеология подстроила все это, и благодаря этому существует этот канал. Конечно, нельзя забыть о том, что это заключенные построили и заставили. И это еще другой вопрос, потому что есть пространство еще ГУЛАГа. И тот факт, что существовало пространство ГУЛАГа рядом с так называемым, скажем, советское пространство во всех этих местах и городах, в Дмитриевье и в Дубне и так далее, это меня тоже очень интересовало, потому что я думаю, что как раз это параллельное, как это называется, вселение, если это правильное слово, они два мира существовали одновременно, иногда они пересекались, а иногда они были отдельны друг от друга, но все-таки тот факт, что они существовали, это очень интересный вопрос. И еще вопрос пространства. Что еще я могу? А, еще по поводу вопроса пространства. В моей книге я предложила, и это есть теория по этому поводу, есть другие книги, это не моя оригинальная идея, но мне был очень вот такой полезный, хороший и плодотворный подход, что есть разные виды пространства. Мы все знаем, вот пространство, мы существуем в пространстве, есть здание, есть такое физическое пространство, есть еще художественное пространство, да, это может быть в книге, то, что пишут, и мы воображаем, как это. Есть воображаемое пространство, да, есть пространство картины, то, что в этой рамке, то, что там находится, да, есть еще вот идеологическое пространство, да, историческое пространство. И главный вопрос, который я постаралась ответить, на который я постаралась ответить, это как канал имени Москвы творил советское пространство. И если мы говорим советское пространство или сталинское, вернее, сталинское пространство, что это значит? Откуда я знаю, что я смотрю на это? Это что-то от эпохи Сталина. И вот, что я попробовала, попыталась, постаралась сделать в этой книге. Я с удовольствием отвечу на вопросы, если у вас есть, или ваши замечания, или любой комментарий. Синдзи, можно? А что за книга была, которую вам Кокорин скопировал из архива? Как она называлась? По-моему, называется «Канал имени Москвы». Я как раз в книге, я могу точные данные, потому что там даже есть ссылка на архивный фон, то есть где он находится. По-моему, это в данный момент находится в библиотеке, в наушной библиотеке. Это не «Канал имени Москва», а на то время же «Канал Москва-Голк», наверное, зовут. Да-да-да, «Канал Москва-Голк», конечно, конечно. И вот эта сама книга безумно интересна, этот макет, потому что все рисунки там были. Все было цветной, каждая глава, портрет Сталина, оригинальные художественные произведения, произведения, картины, рисунки, графика. Все было готово. А потом, ну как вы лучше меня знаете, тогда случилось мая 1937 года. Арестовали Фирина, арестовали его команду, и все. Все прекратилось, и книга не была издана. Но именно поэтому я считаю... А, еще, вот вам интересно, они хотели опубликовать еще вторую книгу, которая назвалась «Рукодельная работа» или «Рукодельная река», или что-то в этом роде. Рукотворная. 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 И там они хотели перепечатать всякие статьи из газет, из журналов, которые описали работу над каналом. И еще какие-нибудь, ну и доклады, и приказы, и еще какие-то статьи архитекторов и так далее. И это, это, это также безумно интересная книга, потому что смотришь и понимаешь, какая идея там была, да, почему они хотели, и как они все это организовали. А там вот такой страницу. Сейчас вам скажу. Вы знаете, я столько лет работала над этой книгой, когда книга вышла. Откуда вы первый раз приехали, вот в Россию? В 2003-м? Из Америки. Из Америки? Да, в 1973-м году, когда я еще была. А с какой задачей? Просто на экскурсию, экскурсионные поездки? Вы знаете, это было очень интересно, потому что, конечно, это во время Холодной войны, да, и мы всю эту пропаганду, как и здесь, слышали, смотрели и так далее. Потом это был президент Никсон, и он встретился с вредниками. Сначала был Лидо Джонсон, потом... Да, 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 вот так вот, да. И я училась в школе, где преподавали русский язык. Я как раз выросла в городе Кливленд. Это большой город в штате Угайо, и город находится на озере Иры, да, там есть эти пять озер, которые на севере Америки, да. И там учили русский язык, и в других школах учили русский язык. И получилось так, что предложили нам поездку в Советский Союз во время пасхалной каникул. Сказали, что за какие-то деньги тогда это было вообще так мало. В Москву, в тогдашний Ленинград и в Киев. И я спросила маму, ну, мы можем как-то все это сделать, это не так много денег и так далее. Короче говоря, я поехала. И две недели я была в Советском Союзе и влюбилась. Это просто все меня потрясло. Я думала, вот это я должна этим заниматься. А потом в следующем году, когда мне было 18 лет, я опять такая же поездка в Ленинград, в Киев и в Москву. А потом после этого, я просто во время университета, после университета, потом был долгий период, когда я была в аспиратуре, и я сюда не ездила. Но после аспиратуре, когда я стала работать, тогда я привезла группы студентов. И они хотели посетить, ну, тогдашний Советский Союз, а потом Россию. А потом в 90-х я стала интенсивно заниматься исследованием идеи. Да, ну, да, я родилась в Хлебленде и там выросла. А русские корни есть у вас? Вы знаете, у меня славянские корни. То есть бабушка, дедушка, то есть родители мамы, они были из Словакии. И в начале, ну, в 10-13 году 20 века они переехали в Америку. Моей бабочке, по-моему, ей было 16 лет, и она поехала к брату. А родители отца, они были из Хорватии. Так что чисто такие славянские корни. Я слышала даже дома, когда моя мать разговаривала с моими тетями на словацком, когда они не хотели, чтобы я поняла, о чем шла речь. И у нас так тоже бывает. Да, и тогда мой отец не свободно знал хорватский, но довольно много знал, что перед тем, как он умер, он стал мне учить хорватский язык, я знаю, ну, пять слов. Но все-таки у нас дома всегда была хорватская музыка, даже у нас была русская музыка, потому что мой отец очень любил разные виды музыки. И я обнаружила в один прекрасный день пластинку, и там было написано по-русски «Русская народная музыка» или что-то в этом роде, я думала, что, ну, вот откуда все это. Да, вы знаете, это уже давно. Так, сейчас, вы спросили, Галина Ивановна, на какой странице вот все это? Ну да, книжка есть, перевести не может. У нас тоже книга есть. Ну, а кстати, Синдия, а не планируется издать эту книгу на русском языке? Да, надо издателей искать. Вы знаете, если это будет на русском языке, это будет моя работа с моим мужем. Мы будем сидеть вместе. У меня муж русский, и мы, наверное, будем вместе этим заниматься. Вот, вот, и это как раз не рукотворная, а рукодельная лька. Нет, рукодельная, так было написано. Вот, вот, цитата. Это страница 310, вот это у меня в библиографии, да, вот здесь. Потому что именно это рукодельная, я думаю, что это как... А, все, если мне это открыли, так же, статья напечатала с таким названием, как Лорна, или как Ливанов у нас написала, я их... Да, 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 я думаю, что это как раз очень интересно, что они, потому что действительно это рукодельная. А вот макет, а где макет книги? Сейчас вам покажу. 310, 5. Спасибо. Вот страница 310, 5. Синтия, а вы можете от всех нас передать пример вашему мужу и огромную просьбу помочь вам на перемену. Вы думаете, да? Конечно. Надо перевести и найти издателя. Перевести и найти издателя. Да. Что? Какой тираж? Какой тираж? Может, вы почему прикладываете? Нет, но... Тираж. Или вообще... Вот это, я не знаю, тираж, они просто нам не говорят, они просто... А, хотя я должна вам сообщить с гордостью, что эта книга будет в, как это сказать, бумажном переплете, и будет еще электронная форма, PDF и еще какая-то... Как раз в июле, через месяц фактически, потому что это... А в Америке ее читают? Вот, в Америке ее читают? Вы знаете, в основном читают те, которые интересуются словистикой, советской историей, советской культурой и так далее. Это довольно узкий круг, но это было очень хорошо, как вы сказали, что это написано не таким теоретическим языком, именно потому, что издательство хотелось, чтобы любой образованный читатель мог бы взять эту книгу, читать и понимать, о чем идет речь. И я специально старалась так писать, чтобы эта книга доступна любому читателю. И если есть какие-нибудь особые термины или теория, я стараюсь это и для себя, конечно, и для читателя описать, для того, чтобы это было понятнее. Я даже, ну, вот вы инженеры, я... Был эта книга Нина Львовна-Еловская мне книгу, это Маслова, да? Да. И мой муж, я его обожаю, он в один прекрасный день сидел со мной, и мы, наверное, часа три, он читал вот это технические описания строительства канала и перевел на обычный русский язык, потому что так, как он писал, мне иногда было очень трудно понимать. И эти технические вопросы мне, конечно, сложнее, это не моя специальность, но надо понимать для того, чтобы об этом писать. И он там сидел и сказал, вот, как сказать иначе, как сказать иначе, я задавала вопросы. Потом я писала об этом по-английски, и у меня двоюродные браты, которые инженеры. И получилось так, что они нас, они были у нас дома, и я вывела две-три страницы и показала, сказала, хорошо, вы специалисты, читайте, пожалуйста. Я понятно пишу об этом, то, что я описываю. Во-первых, это правильно, я понимаю, о чем я пишу. И во-вторых, это понятно любому другому человеку, который вообще плохо разбирается в инженерстве и в технике. И они сказали, да, это все, что ты писала, это понятно, это хорошо. Я думаю, что слава тебе, Господи, потому что я могу очень много писать о рукодельной реке и о макете, но когда это техническая информация, это совсем другое дело. Но получилось так, что... И надо это включить, да, потому что это часть целого этого проекта. А вот макет, где его? В научной библиотеке Госархива Российской Федерации. Так что, да. Если до сих пор там есть, да, это уже несколько лет назад, когда я там сама его видела и когда сделали мне копию, но я думаю, что, наверное, до сих пор там есть, тем более, потому что там в этой научной библиотеке есть это журнал «Нашторм трассы», есть еще газета «Перековка Москва-Волгостроя», еще есть это книжечки «Библиотека Перековки» там в научной библиотеке Госархива. Так что я думаю, что, наверное, там есть. А вот по поводу вот этой книги неизданной, на самом деле, как бы пробный вариант издан был. Знаете, это сдвоенный номер «Техника молодежи», 11-12 номер за 36-й год. А у меня есть. Так вот, на самом деле, очень много материалов, которые должны были войти вот в эту книжечку, они были опубликованы именно на этом журнале. Это был пробный шаг. Ну, там нет. Это советский журнал. Да, да, да. Ага. Вот, в сокращенном виде статьи в сокращенном, не полностью приведены, но если посмотреть по авторам, то они совпадают, по многим авторам совпадают. Это очень интересно. И еще вот статьи, еще есть статьи в этой, я не знаю, как это, в так называемых красных книгах. У вас целый ряд их на сайте «Москва.Волга». Да, и в одной из них, там есть некоторые статьи, которые практически одинаковые. И еще статьи в книге «Архитектура. Канал Москва.Волга». Там тоже есть некоторые статьи, которые практически буквально оттуда. Синтия, можно, даже не вопрос, я скажу. Вы очень хорошо говорили о том, что пространство «Мулага» и пространство «Союза» существуют в одном времени, иногда параллельно, иногда они соединяются между собой. Эта идея классная, потому что вот эти две категории определяют нашу идею – время и пространство. Но вот в этом пространстве оказался и наш город чудный, Дмитров. Он оказался на пересечении двух этих пространств – «Союза» и «Мулага». И наш музей в городе оказался тоже в точке, которая искрила. То есть музей же очень пострадал именно, когда в город въехал «Мулаг». Я писала об этом. Да, точно, точно. Музей, канал «Сплетение судеб». У меня была статья еще тогда, когда вы приезжали к нам на ту конференцию в 2007 году, когда наш музей устроил конференцию юбилея канала, и вы с нами, помните, на теплоколе. Да, 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 точно. Но вот что меня заинтересовало. Музей пострадал очень от канала, очень сильно. То есть были арестованы ведущие сотрудники и директоры. Был изгнан музей изданий Бориса Клебского монастыря, потом перемещен. Но в музейных коллекциях собирались даже тогда произведения дмитлаговских художников и околодмитлаговских, скажем так, околоканальских. Мы вот с Ольгой Валерьевной, с моей коллегой, она хранит скульптуру, а я храню графику и живопись. Могли бы сейчас для всех очень быстренько, это займет 6 минут, показать, что у нас есть. Если у вас есть, когда ваша идея про пространство, да, ой, это с удовольствием. Вы звучите совсем по-другому. Да. Ну, мы хотели бы представиться. Да, мы сотрудники музея изобретения «Дмитровские кремки». А у вас здесь ключевые мышцы должны быть? Я хочу посмотреть. Ой, о господи. А у вас мышка, мышцы, 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 мышцы. Это... Да, да, да. Канал «Дмитровские кремки». Видите, там, папочка. Канал «Дмитровские кремки». Да, да, да. Вот оно, да. И можно прям... Да, это картинки. Да. Во-первых, в годы канала так случилось, Дмитров приехала семья Горицыных. Это книги Горицыные, которые приняли решение не выкидать страны. И вот тут рисуночек младшего Горицына Илариона Владимировича, который потом стал заслуженным художником Российской Федерации. И он зарисовал мост через канал, который в 42-м году. Это рисунок 42-го года, после того, как мост рухнул. И вот ребенок зарисовал всю его конструкцию. Можно следующий. Такой на видный немного рисунок. Я хранитель графики и картографии. И вот все карты, которые у меня есть после 37-го года, конечно же, вот карта района, Дмитровский район тогда имел вот такие чертания, на всех картах проходят вот красные линии, это линия канала, а на наш район делит как бы вот вопросу о пространстве. Канал разделил наш район на две половины, которые на самом деле стали развиваться совершенно самостоятельно, несмотря на то, что в почту возьму административную единицу. Вот он этот канал. Ну, заметно, да? Да, вот трещина такая по территории. А вот этот рисунок, да, это рисунок Медлаковского художника. Я пока не уточнила, не атрибутировала фамилию. Может быть, это Ёлкин. Этот рисунок сделан тушью на листке белой фотобумаги с пожелтевшими краями. Вы видите, она такая запутая. И кто-то во времена 30-х, вот, конца 30-х годов отрезал снизу, видите, отрезано фамилию и название. Или фамилию, или название, не знаю. Такие вещи случаются. Из фотографий вырезались лица, из газет вырезались подписи к статьям. Но рисунок, вот, смотрите, это жизнь Медлаковцев. Вот они утром, но он немного скабрезный, такой полушутливый. Они утром бегут в туалет, а выбегая оттуда, поддерживают брюки, потому что брюки уже не держатся. То есть все, что они вчера поужинали, вот, и живут густой. Можно дальше. Это надо умолчать таким юмором, чтобы над такими вещами шутить. У много схематических карт, и вот эта, например, карта нарисована уже Голинцином-старшим, тем самым Владимиром Михайловичем. Называется она «Большая Волка». Он очень хороший был картографом, любил географию, но образование все же он получил до 17-го года в классической гимназии. И вот, можно даже вот, Игорь Владимирович, туда? Он старательно очень рисовал все гидротехнические сооружения России в целом, и вот наш канал тоже входит в эту систему. Голинцин погиб в концлагере в другом, не в Дмитлаге, в УЛАГе, в Свияжске, в 43-м году, в годы войны. Но все его работы отличаются высокой техничностью, и в то же время романтичные довольно. Вот у него всегда присутствует акварелька такая нежная, вот на берегу Большой Волки, и очень точная схема. Вот эти вещи музей тоже собирал. Правда, они рассматривались как такой агитационный материал, просветительский. Можно? Следующий. Вот тоже Голицын. Это, понимаете, в Дмитрове электричество в таком объеме появилось только вместе с каналом. У канала два лица, одно темное, а другое светлое. Ну вот Голицын нарисовал. Кстати, в 37-м году, в 38-м году он нарисовал эту схему электрификации Дмитровского района на 38-м год. Видите, очертания района уже совсем другие. У нас отрезали тогда коммунистические районы в центре с Рогачевым. И все бы хорошо. Все это славило сталинизм, который так интересует Синдию, славило советский строй. Но Голицын, как князь, допустил ошибку. Он черную фигуру поставил на переднем плане. И этот плакат мог бы быть издан тиражом, но его запретили, потому что Ленина так рисовать нельзя. В виде черного вот этого силуэта над толпой, над как... Толпа тоже черного цвета, над ней колышутся красные флаги. Сейчас вот на лимарочек такая... Сейчас около Дмитровских электросети перед входом стоит тоже черный памятник Ленину. То есть такие... Эти скульптуры красили черной краской под чугун. Хотели сделать что? Алимари гипсовые, алимастровые, но красили под чугун. Можно следующие? И вот у нас есть еще четыре рисунка замечательных, которые сделаны Дмитровским телеграфистом Золотиным. И, знаете, он зарисовал мост. Вот этот рисунок изображает мост 41-го года, мост через канал. Он именно так и выглядел. Пока его не взорвали. Можно дальше. Следующий рисунок показывает уже взорванный мост. Это когда немцы подошли к Дмитрову, и канал стал естественной и очень надежной преградой для врага, для фашистов. Мост был взорван и рухнул вот так. И вот вы видели рисунок Илариона Голицына, детский? Вот можно следующий? И вот он повторяется тот рисунок. Видите, были поставлены деревянные из бревен такие опоры. Середина моста приподнята и по нему, в общем-то, до конца войны ездил транспорт. А после войны там параллельно каналу Дмитровой проходит речка Яхрама, русло реки Яхрама. Его просто аккуратненько передвинули и положили через Яхраму. А на канал поставили новый. Это очень редкие рисунки, они сделаны с натуры в то время. Мы случайно нашли вот этот риск с той стороны, как он подвигается строительство, когда он уже был поставлен и на телегах ездил. Игорь, можно я по команде? Да, просто я хотел вас фотографировать. И вот посмотрите, а это уже рисунок 55-го и 53-го года, когда поставили вот этот новый, им все очень, дмитровчане гордились, вот этот новый, я не знаю, сейчас скажу, я ошибусь, не железобетонный, а такой сварной чугунный мост вот с этой красивейшей дугой на таких красивых оборах. Это вот все нарисовал один человек, а это, Синтия, ваш любимый, Щелоков. Вы о нем уже и писали, и в книге упоминали о нем. Щелоков рисовал и в основном, и вуашью. Вот у меня хранятся его вуашевые работы, и вы знаете, когда говорят, гулаг, лагерь, да, сердце обливается кровью, вот это через себя все это пропускаешь, читаешь, но почему у Щелокова, у Модорова, у Голицына такие радостные работы? Они просто радуются, что причастны к этой стройке, что у них есть возможность ее запечатлеть. И, да, если дальше, если мы закроем теперь это все, проходит время, вот в вашей категории пространства Дмитрова, проходит время, исполняется 10 лет строительства улос, открытию канала, вот эту пакочку, можно, да, и у нас хранятся чудные открытки с марками специального кашения. Вы посмотрите, в 47-м году были выпущены вот эти марки канала Мазкова Голдка, ну, теперь можно поедать. Узнаете, да, Шьюз номер 3, ну, кого я спрашиваю, правда, на этой открытке большой театр. Это Шьюз, номер 8. Тоже третий, да? Это номер 8. Да, вот. Нет, я просто на экране лучше ее. Да, на средняя голова возьму вашу. Это марка тоже со спецгашением 47-го года. Да, 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 да. Марка дорогая по тем временам Робаль, это очень дорогая была марка, но она юбилейная, можно дальше. Это крупнее марка. Красная площадь на открытке, Красная площадь, а и вот вид на Дом Советов. В общем, это серия открыток, но музей их приобрел, потому что на обороте именно вот эти марки. Собственно, музей их приобрел в основном из-за марок. Это Яхромская электростанция, да? На созданной станции. На созданной станции. Ну, собственно, и все. Все. Это можно сделать сфотографировать Сталин. Сталин. Да, помню эту сфотографию. То есть, в пространстве одного города, в пространстве музея соединились вот эти пространства и культура, которой вы так вот озабочен, интересуетесь. Собственно, музей это и есть вот эта деценция культуры, которая собирает все. Гришна, Десентьев, мы вам еще покажем. Приезжаю точно. А вот Ольга Валерьевна еще хотела скульптуру показать, да? Мне зовут это интересно. Конечно, конечно. Ольга Валерьевна хранитель коллекции скульптуры. Ну, еще там будет. Ну, и вы знаете, когда вы говорили Ян Марко, это еще одно пространство, Потому что на этой маленькой марке там все показывается в этот момент. Я как раз и субьена и субьена. Я Димарк, и кто там продавал? Это почта СССР, это очень пространство во всей стране информационное информация. Точно, да? Точно, и еще иллюстрация того, что мы строим, вот какая у нас страна, и мы можем по всему миру это практически того, как и сочетаться в этих союзах безумно интересных вопросов. Это вот нашу не говорящую комментировать. Вот это, вот это. Вот такая скульптура, которая границ в коллекции Парламутра Томинько и соответственным хранителем, которой я являюсь. Коллекция очень-очень разная, она разделена на тематические комплексы. И вот комплексы, скульптурные портреты СССР. И, наверное, будет правильнее сказать, как все это с самого начала происходило. Вот. В коллекции существуют бюсты наших вождей. Это Ленины, причем очень интересные скульптуры, очень интересные авторы Меркурова тоже. Это Ворошелов, Киров, они разного совершенного размера, их 22. И вот такая скульптура, которая входит в такой тематический комплекс. И сначала, когда я эту скульптуру приняла, как вообще устроен музей? Все предметы записаны в книге поступления. И там научный сотрудник первое, что он узнает, это издает из книги поступления. И вот что было написано. Что эта скульптура строителей социализма, то есть у нее, слава богу, было уже название, скульптор Стермоковский гипсовый под бронзу. Стоит размер, источник поступления в 1938 году приобретен у автора за 1200 рублей. И приписка в самой книге поступления, что стоит этот экспонат в отделе промышленности. Вот что у меня на первости это было известно об этой скульптуре. Как известно, что в 1918 году, после того, как совершилась революция в нашей стране, Ленин издает такое постановление делать пропагандистам вождей. И тогда на самом деле что говорить, приобретили вождей. Вот их так много было, Венины, и это было распространено в городах монументальной скульптуры. А это явно было, что это 30-е годы, когда вот такое скульптурное композиция. Я вообще сначала когда вызвала вот эту скульптуру, я подумала знаете фильм «Время вперед». Все движения такие консомольцы, вот такая трехфигурная скульптура. И я начала ее изучать. У нас на то время был очень серьезный знак по науке, по научным вопросам. И вот Вера Николаевна нас от всех требовала ширину этикетку и вообще мы должны были изучать. И можете представить, ну что Грихотарин, мы же всегда очень часто обращаемся к интернету. Так вот, забиваю эту фамилию, но ничего не давало. Стен, Ковский, но ничего не давало, никаких результатов. И тут 2012 год, когда был юбилей и начало строительства канала Волги. И наша дорогая Наталья Васильевна, у нас этот юбилей так широко праздновался. И я вот сидя в соседней комнате, я вот так вот все слушала, слушала, значит, с краеведами плавали по каналу, столько много говорили, у нас была большая конференция и был выпущен сборник, вот я его с тобой привезла, где я читала, читала, и вдруг на какой-то момент мне показалось, а что если вот так вот соединить эту скульптуру, правда, на самом деле со строительством Москва-Волги. Опять забиваю в интернет, но опять нету Андрея Васильевна говорит, да какая скульптура, и я думаю, вот я мужа возьму и мы поедем посмотрим на что. Андрея Васильевна сказала, ну ольга, ну что вы, там же все проволока, вы даже туда не пойдете, только нужно плыть. И я решила проплыть опять виртуально. И поплыла я с первого значит, вот шлюза, и на втором шлюзе вдруг я увидела в интернете фотографии вот такую скульптуру. И еще там одна есть. Извините, пожалуйста. Вот. Вот, наверное, нужно быть даже не очень таким образом способом, чтобы, собственно говоря, предположить, что наша скульптура и эти скульптуры они одного и того же круга. Даже вот этот отбойный молоток, почему? Потому что на нашей скульптуре по всей видимости отбойный молоток был разбит, потому что у одного комсомольца на нашей скульптуре только ручка от этого отбойного молотка самого от молотка нет. И так, я в общем-то поняла, что на самом деле эта скульптура принадлежит вот к этой вот группе, которая на втором шлюзе. Я пошла в наш литературный фонд и в архив. У нас очень много журналов, волгострой, газеты я имею в виду, газеты, которые выпускались. И я прочитала очень-очень много и, простите, Синди, я просто прямо нанесла к вам, я поняла, что канал на самом деле это не просто канал, это русло выгрупанное, а это пространство, которое художественные еще и оформляли. И на самом деле тогда еще поняла, что, боже мой, люди, которые проплывали по этому каналу, получали еще эстетическое вот это восприятие его. И тогда я это поняла. Но фамилии, которые там звучали, это был Помер, Помя, М. И я думаю, ну что же такое? И вот можете себе представить. И я решила проплыть еще экскурсии. Я подумала, а что говорят на экскурсиях, когда плывут по этому каналу? И вдруг у одного экскурсовода я почитала фамилию Стемпковский. То есть в нашей книге поступления букву П, когда записывали этот фиген, она была просто упущена. И так я определила скульптора Эрта Стемпковский Аполлинария Адольфович. И вы знаете, в интернете такая очень-очень-очень маленькая сказала, что оказывается он в 1929-1936 году учился во Всероссийской Академии Китухи. И тогда я поняла, да, Боже мой, он просто был студентом, который был в этой группе у Фонера и просто-напросто его фамилию могли не напечатать, но кто он был такой, студент. Да? Вот. И чем больше проникаясь в эту скульптуру, кстати говоря, она небольшая, 80 сантиметров и 60 на 50 воды. Смотри. И я понимаю. Я, значит, с фонариком и слопой, с двойной, я еще больше лопу купила. Думаю, наверное, в этом году я ничего не вижу. Я искала хоть какой-то вдавленном тексте фамилию автора. И потом, вы знаете, потом у меня опять пришло полный день, чтобы, собственно говоря, это был, вот то, что у нас хранится, это макет одной из скульптурных групп, которая, в общем-то, наверное, изготовлевалась вот для этого второго шлюза. Ну, это один из вариантов. Да-да-да, я ей сказала, это один из вариантов. Просто, может быть, его, значит, не утвердили, а утвердили другие. Но то, что Степковский принимал участие и вот в этих вот не оставляет, это он и есть. Почему? Потому что я уже связалась с музеем Чусева через нашего главного хранителя, наш главный хранитель там работал, и мне прислали замечательные фотографии оттуда, потому что я почему их не показываю, потому что, я думаю, может ли они неправы их показывать, это принадлежит к этому музею. Вот. И я поняла, боже мой, я проплыла вместе с этими скульптурами удивительными, которые стоят на канале еще вот, сидят, вот просто прям вот в унисон вместе с вами, я поняла, что да, архитектура еще и была художественная, еще была вот эта скульптура, которая упрождала канону. Простите, пожалуйста, всего, извините, что у него много времени. И спасибо Игорю Владимировичу. Игорь Владимирович, да, мы дружим теперь с Игорем Владимировичем. Игорь Владимирович, пришла у меня в статью Бочкарева, да? Да. Где он тоже, где он была... Да, и там он тоже вот этот вот Денковского, значит, вот упоминается об этом. Я хочу сказать, что наш скульптор, чья работа, значит, присутствует здесь, еще принимал участие в реставрации каравел, когда была Олимпиада большая Москва в 1980-м году. Его, как участие, как создатель этих структурных групп и принимают три тысячи, их пригласили значит, для вот реставрации еще наших вот каравел, которые стоят в Яковске. Спасибо. Вот, у меня вот такое краткое сообщение. Ну, конечно же, мы, конечно же, мы прекрасно понимаем, какое значение имеет скульптура в нашем музее для истории каравалов. Последнее слово я хотела сказать, что у меня не вышли бы эти книги без помощи людей. Иван Чухин и, Чухин и, господи, Крюкова, Алиса Михайла Крюкова в МЛИ в Москве мне так помогали с книгой про Беломор, Азиз, Алина Ивановна, Нина Николаевна, Игорь, Сергей, Наталья Васильевна, Нина Львовна, Константин Барковский, Буланов, Кокорин. Без них я не смогла бы написать эту книгу. И это такая большая благодарность всем за эту помощь и за то, что были готовы мне помочь. Потому что без этого ничего такого не получилось бы. Ну и спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сjänстер АПЛОДИСМЕНТЫ